И Na'Vi, и Empire, и Na'Vi выходят, ну, могут, по идее, да, могут, у них есть шанс выйти в финал, по нижней сетке, да, а всегда было наоборот, сколько StarLadder'ов прошло, сколько других, там, наверное, онлайн-турниров тоже прошло немало, и если Na'Vi и встречались с командой Empire в финалах каких-то турниров, то обычно это было так, Na'Vi идут по Венерам, Empire идут по Лазерам, здесь может быть по-другому. Сейчас Power Rangers могут пройти по Лазерам, отлетели они довольно просто туда от имперцев, ну, там были такие ошибки от Empire, но это реально были ошибки от Empire, нежели какая-то крутая игра от Power Rangers, но все-таки имперцы их отправили в сетку Лазеров, и вот сейчас имперцы, которые отправили Na'Vi в сетку Лазеров, борются с PR-ами, и тут реально будет жарко. Ну что, Timber Bane, получается опять вот такая неприятная штука в виде Bane, получается в миде какой-нибудь OD, например, если будет пикнут вдруг, он вновь не сможет загнобить своего оппонента так, как следовало бы. Банятся на второй стадии от Power Rangers два мидера, Акаша и Пак, а на первый, ну, такой стандартный уже набор банов, Лич плюс Лайфстиллер, Na'Vi банят Лину и Бристалбека. Вот такой респект бан, все-таки заставили Power Rangers своей неприятной игрой забанить этого Бристалбека, потому что уже не первую карту сегодня они выигрывают. А Элдер Титан плюс ЦМка, ну, если про Элдер Титан еще можно сказать, что это стандартный бан, про ЦМку, ну, судя по всему, просто хотели намошнить... Скорее всего, Чена хотят, мне кажется, пикнуть, Na'Vi поговаривают то, что ЦМка очень приятно играть на лейне против Чена. Да, тоже где-то слышал. Не исключено, что все-таки Пупеич заберет. Смотри, Абадона забирает в НГ сейчас. Абадоны. Что он, в принципе, может здесь придумать? Какая-то дабла с РНЖ... О, вот и Герокоптер. Ну все, надо побеждать. Когда надо побеждать, пикают Герокоптера, по-моему. Вот такая простая дота от Na'Vi. Простая арифметика. Ну, Герокоптер... А вот, кстати, вчера Герокоптер же против Эмпайр, Na'Vi брали, и, по-моему, они там не выиграли. Или выиграли. Да нет, не выиграли. Я даже могу в истории посмотреть. Это была игра... Блин, я, наверное, даже не вспомню, что это была за игра. По-моему, это была первая карта, где Герокоптером играл Хвост, и Мак играл на Клокверке. Ну, в общем, потащить не удалось. Я здесь не вижу в истории этой игры. Тупо не отображается. И черт с ней. Думают пока что брать Power Rangers. Мне почему-то кажется, что здесь должен быть какой-то Вайпер. Если честно, я не особо люблю этого героя. Ну, не знаю. Мне он кажется каким-то недогероем. У него он как бы и недодамагер, и дизейблер из него никакущий. Ну, замедляет он, конечно, круто, но это не дизейбл. И керри никудышный, в общем, и гангер из него говеный. В общем, какой-то непонятный. Он чуть-чуть, ну, хорошо замедляет, но при этом не дизейблит. Неплохо дамажит, но нельзя это назвать каким-то хорошим дэмэджем. Из него такой средненький керри, но это не какой-нибудь там Герокоптер в любом случае. Что такое? Средненькая. Ни рыба, ни мясо. Делейны выигрывать берут Вайпера, по-моему, и просто как-то давит. Ну, и против Найкса, да, конечно, замедление его не дизейблит, но Найксу надо подойти в упор, чтобы наносить дамаг. А если его настолько сильно замедлить, то это, по сути, если ты хорошо держишь позицию в драке, то, ну, вот решили Вивера забрать. Ну, и мне тоже, на самом деле, больше нравится Вивер в дабл-лейне с Абадоном. Он какой-то более юркий, что ли, и там на саппортов может резко напасть, в отличие от Вайпера. То есть Вайперу надо подойти, чтобы там плюнуть как-то вот этой своей штукой первой. Не помню, как она называется. А Вивер, может, в шукучу и побежал, да, там на него. Если что-то скинут, сразу же повесит щиток, Абадон дебафы все уберет. Да и, кстати говоря, Вивер против Веномантера, мне кажется, поприятнее персонаж, нежели чем Вайпер. Мы сейчас, кстати, можем увидеть с Ластпиком какую-то Энигму. Нет, нет, не можем, вру. Не можем все-таки, тут уже два же саппорта есть, Абадон и Бэйн. Эх, да. Вот если бы не было Бэйна, если бы был бы только Абадон, и там какой-то мидер бы сейчас был взят, вот мы бы могли увидеть все-таки реально Энигму, потому что Вивер с Абадоном могли бы даблой отстоять. Вивер в перспективе собрал бы какой-то Линкин, вешал бы на Энигму, Энигма был бы еще с какими-нибудь айтемами там довольно неплохими. И вот все это очень неплохо могло бы получиться, но Бэйн всему мешает. Ну, вообще, Бэйн, конечно, сильный саппорт, Power Rangers его реализуют очень даже хорошо. И то, что они его пикнули, оно оправдано. Виндранер залетает в пик на Тусвинс. Мне кажется, что это для Дэнди. Вполне вероятно. Часто Na'Vi используют в качестве мидера. Ну, вообще, ВР-ка настолько универсальная, что если вдруг ситуация заставит как-то перестроиться, то они легко это смогут сделать. По одному бану у команд. Power Rangers. Получается, если ВР-ка пойдет в мид, то надо какого-то, может быть, саппорта забанить. ВНГ. Ну, вот сейчас мы увидим, если, то есть, опять же, тут же... Может быть, лучше Чена убрать. Не знаю, конечно, Чена крайне редко берут последним пиком, но решили Штарман, ну, окей. Просто тут проблема в том, что, ну, не проблема, что, а дилемма такая. ПР на 100% не уверены, куда пойдет ВР-ка. Будет ли она саппортом, будет ли она там каким-то мидером, может быть, даже хардером, может, клакверка будут как суппорта использовать, еще бы нет. Или даже как мидера клакверка будут использовать, всякое же бывает. Поэтому, ну, чисто их мнение, что ВР-ка будет не мидером, как минимум. Банят Штарман. И Ласт Пик с АПР-ами. В Нави ответили баном Найт Сталкера. Не хотят они агрессивной доты. В принципе, агрессивная дота не совсем бы, наверное, и получилась. У ПР все-таки с этим Абадоном и Бэйном не сильно можно бегать там и убивать. Плюс Тимберу нужен какой-то фарм начальный, ну, хотя бы 13 минут. Вот Магнус Ласт Пик. Вот тебе и мидер, собственно. Да, нарисовался. Ох, ЗТХС. Ох, сейчас полетят РПшки. ЗТХС последний раз, когда я видел от него Магнуса, он был очень крутой. Причем эти скьюверы у него очень грамотные. Он мониторил всю карту и умудрялся прыгать, таранить одного. Причем этого одного таранить на другого, который находится на другой части. И цеплять чуть ли не там двоих, сбивать скроллы. Короче, жесть какая-то. ЗТХС реально по скилу очень сильно поднялся. И радует своей игрой. Ну, пупей давай, 10 секунд. Тогда герой, который пока что мы не знаем, куда пойдет. Но я думаю, как только мы увидим, кто это будет конкретно, сразу же можно узнать. ДК, полуфармящий мид. Герои, которые вообще все забыли. Когда последний раз ты видел ДК? Ну, как минимум на Техлапсе я вообще его не видел. Последний раз, наверное, я его видел на... Не знаю, когда я сейчас когда-то играл на каких-то онлайн-турнирах, грубо говоря. А так, чтобы он прям запомнился. Ну, блин, это Интернешнл. Интернешнл, по-моему, ДК. Да, частенько его забирали. Ну, такой герой, по сути, ну, можно сказать, перестраховаться, да. Потому что он вроде как мид стоит неплохо. Он готов затерпеть на миду реально. То есть его весьма тяжело нахарасить. Потом, неважно, там, даже если ты мид очень сильно... Ну, не очень сильно, а просто по крипам как-то проигрываешь. Всегда можно ДК получить какой-то определенный левел, там, 6-7 и пойти со всей командой пушить. Есть рейнжовый таргет стана, это очень важно, да. Такие скиллы всегда являются полезными, да, когда ты можешь просто подойти и из рейнжа нажать кнопку, и человек просто получит стан. Две с половиной секунды. Да, там нету никаких там полетов, да, от каких там... Называют это projectile, мне не очень нравится это слово. Грубо говоря, не заэвейтить этот стан. Да, просто ты... Если ты подошел на рейнж, все, ты встанешь, как бы, вот, и... Хоть конем долбить, грубо говоря. Поэтому... Ну, как-то так. Весьма, да, опасный герой ДК может быть весьма опасным героем. Ну и плюс у Лейти он тоже хороший, да. Там после получения своего окончательного ультимейта на 16-м левеле он представляет большую угрозу, потому что замедляет очень сильно и с плэшом бьет, и там, наверное, уже какие-никакие айтемы начнут появляться. Хотя бы ПТ, БКБ, Кираса, да, вот, скажем, в 35-й минуте, если Дэнди будет подобно айтемы иметь, это уже будет очень круто. Ну, может, он что-то другое предпочтет. Или, там, может, Доминатор какой-нибудь, да, там, иногда любят на ДК Доминатор покупать, чтобы, там, может, стакать крипов, потом приходишь на... Shadow Blade тоже покупают. Да, да, да. Ну, Shadow Blade сейчас порезан, и его все-таки, ну, не так приятно, мне кажется, тарить, как раньше. И, может быть, Дэнди, он его, конечно, и купит, но я делаю ставку, что он все-таки что-то будет покупать здесь. Хотя, ладно, не буду пока ничего не говорить. Вот подходит Бэйн, вешает инфибал на Дэнди, но основная задача Дэнди сейчас как-то Брэсфайром... Вот он, видишь, качает и... А, нет, ну, попытался добить рукой, просто он сейчас будет максимально много, наверное, спамить, там, вот этим Брэсфайром, да, когда будет возможность. И, вот, видишь, просто хопа, чтобы добить крипа. Исключительно для этого Дэнди прокачивает свой первый скилл. Ему нужно побыстрее забрать банку со своего, магазить ее себе. Ну, для этого, конечно, ее надо купить. Поэтому, как только там он еще парочку крипов зафармит... Щиток, кстати, Дэнди прокачивает на втором уровне, не пассивку. Вот, и еще один Брэсфайр, а Дэнди там еще одного крипа, наверное, забирает. Так, а что там, кстати, происходит-то на других линиях, там, с майликами команды? Ну, тот чешевский код на Тимбире будет стоять против Пупея, что на Веномансере, и Гирокоптера от Хвоста. Ну, в миду мы видели ZXC, Магнус, Дэнди, Дрэгон Найт на топе, Мун, Вивер, Джефор, Абадон. Ну, стоят здесь они будут против Клакверка от Фаника, и на отводах Куру, Войерка. Вот, отводы, кстати, очень такие неприятные для оппонента, потому что крипы тут все слегли практически, и ничего за них они не получают. Еще и нейтралов тут параллельно, Power Rangers убивают, ты видел, да, они отпулили своих крипов на сильную точку? На Ачиширского кота идет нападение, баражи очень много демоджа наносят, и побежал, побежал Хвост дальше, под инфиблом урона не так много, здесь только первый левел, Найтмара нет, переключается на ФНГ, Крипы его блочат, но ХП очень мало Хвоста, с руки забить его, конечно же, не получится, ФНГ присудит. Вот это самое подлетел-то, Тиширский кот, смотри. А нечего больше, второй левел, диски, минус. Был бы первый скилл, представляешь, он бы его еще и с деревом бы пропилил, возможно, ФНГ хватило бы одного удара, чтобы отправить Виномайсера там в таверну на какое-то время и сделать ПБ. Вард такой, который блочит спаун и тимбер, что-то. Да, кстати, я вот заметил небольшие лаги, сейчас у меня у самого пролагивает Дотка. Вроде прошло, говорит Хвост. Ну, хостуй, Хвост, в чем проблема? Коль прошло, так хостуй. Дэнди стоит, банка есть, ну все, у Дэнди банка есть, у Зетекси тоже банка есть. Магнус, он пополезнее, возможно, будет в тимфайте, да, персонаж, нежели чем ДК. И вот там РПшка у него появится. Ну, вот если сравнивать Магнуса с ДК, у одного, конечно же, шикарный ульт, но все-таки кулдаун у этого ультимейта не такой маленький. А Даня, он более гибкий, с ним можно в разы круче пушить. Ну, в общем, такие герои, которых, наверное, на самом деле даже сравнивать особо не стоит. Смотри, РП Магнуса кедешится 120 секунд, форма ДК кедешится 115. Не, ну, это даже не в форме дело, а именно то, что форма, ну, типа, Магнус один раз нажал, и все, а форму нажал, и ты там бегаешь в этой форме, ого-го, сколько. Так, ФНГ, больно очень, бронесапом немного восстанавливается, но здесь уже НФНГ никуда не уйдет, ему придется драться до последнего, что он и делает, Ферзблат на нем и прошивает его, можно сказать. Я не знаю, он прошел сквозь него, сделал ответный фраг, Чеширский код, но это уже не Ферзблат, просто обычный киллыч. Пупеть, пошли отсюда. Что вы тут ходите? Не, ну, размен там, видишь, каких героев. То есть, Герокоптер сделал ФБ, но он при этом умер сам. Да, тоже умер, конечно. Поэтому ему пришлось еще потратить золото на телепорт, поэтому, как бы, в итоге он с этого ФБ не так уж и, по сути, много получил, как мне кажется. Как мог бы, если бы не умер. Вот если бы он не умер, а вот умер бы Пупей, то все было бы, наверное, поприятнее. Ну, тоже сейчас вот Минут Ворс посмотрим. 1200 у Тимбера и, что там, Герокоптер, Герокоптер, Герокоптер. Нет, что-то я его не вижу. А, 1400. Ну, в принципе, у Хвоста чуть побольше, у него и Крипстат, наверное, покруче. Даже не в этом дело, кто кого на этом лейне там убивает, да? Да, Хвост Тимбера или, там, Хвост Бэйна. Или, там, наоборот, как-то это что-то там происходит. Но просто Герокоптер не подпускает Крипам. Ну, вот видно по статистике Ласт Хитов, что Хвост в разы больше имеет добитых крипов, нежели чем Тимбер. Это, по сути, решает. Даже если ты умер, да? Ой-ой-ой, уже четыре тут какие-то. О-о-о, Пупей. Вот это, блин, неприятный промах, на самом деле. Там не было щитка уже, да, чтобы повесить на себя, чтобы как-то... Опа, там параллельно Вивера убили. На два фронта воюют Нави, и там нападает, и тут нападает. Счет становится 2-1. Там продолжают, кстати, Навики сжать своего соперника. ФНГ встревает. Он сильно очень замедлен. Рокет Бараш и Змейкой там, видишь, как Пупей красиво проблочил, да, заставил. Ты посмотри, там можно даже Абадона попытаться как-то отжать. Он же очень побитый. И там Крип его прессует, щитка взорвется, и хвост может отъехать. Баража, надо подумать, ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, ушел. 40 хп, Змейка. Змейка тычку даже не сделала. Ракета прилетела. Отплохерка, представляешь, как она далеко? Какой путь преодолела эта ракета, чтобы попасть в Абадона? Просто уму непостижимо там. Но он зажался, конечно. На первого левела, для заметки. Просто первого левела ракета. Укроки могут быть проблемы. Ох ты, почему? Почему он так сделал? Ты видел? Он вжал Шукучи и не продамажил им, просто сразу же дал Джиминейт. Может, же было, походу, да. Он, походу, походу, рассчитывал на то, что все-таки достанет этим. Да ну, боялся, может быть, что Фаник, а вот сейчас он за это... Да, он сейчас умолен. Раны на Шукучи не хватает. Батареи очень больно бьют. Фаник не отпускает. Он делает просто последнюю дочку, получает фраг. 2-5. Вот у Power Rangers потихоньку, помаленьку начинаются проблемы. Мы уже не первый раз видим, как Na'Vi своего керри, грубо говоря, отправляет в хард. Вот, ну, почему грубо говоря? Потому что последний раз такое видел, был в харде Night Stalker. Сейчас вот гирокоптер отправили в хардец. Это уж товарищ точно керри. Но у этого товарища имеется Rocket Barrage, который наносит урон еще покруче, чем какая-нибудь Лина может раскастовать. И это делает его очень круто. Rocket Barrage это один из самых сильных скиллов на первых уровнях. То есть он больше всего бьет. Там есть, конечно, там Soul Assumption тоже имеет хороший урон на первом уровне, если полностью заряжен. И Rocket Barrage, который полностью попадает, он тоже очень больно бьет. Да, только вот именно Rocket Barrage, он с течением времени, за минимальное время наносит очень много урона. Можно его сравнить с каким-нибудь Диаболиком, но тот же Диаболик, он гораздо дольше действует, но дамага наносит тоже очень много. Батареи у Клокверка тоже много урона в общей сложности в сумме, но времени тратится на это тоже прилично. Там 10 секунд, по-моему, надо, чтобы человек получал по петарде просто в лицо. Тогда, может быть, весь этот урон получится реализовать. ДК стоит на центре седьмого левела, ну, и как бы окей. Стоит и стоит, а у Магнуса как дела? О, стоп, туда тыкнул Магнус. Ну, тоже почти седьмого уровня. Выфармливает ZXC, ДК, конечно, побольше крипов имеет, но... Как Дэнди умудряется иметь восьмой левел на целый левел опережать? Каким образом? 0-0-0 там, 0-0-0 там. Что за фигня? Где бегал ZXC? Ну, может быть, ZXC ходит... Ну, к нему постоянно, может, саппорты приходят, там, экспу какую-то отнимают у него, да? Там пока подходит, например, Бэйн и вешает инфибл. Ну да, есть такое. Да, в этот момент он там делит экспу вместе с Бэйном. Руну идет контролить в этот момент. ДК стоит просто на центре и вообще не отвлекаясь фармить. И там тоже он часть экспу теряет. И вот сумма этих моментов приводит к тому, что ДК, вот, посмотри, он бежит на топ, да? И если ему сейчас повезет, он заберет Руну, а если ему не повезет, вот, пожалуйста, ему не повезло. Фанник его встречает. Так, довольно интересный. Фанник, то есть, фукшотом... Сейчас будет стан. Вот из-за такси и приехал контрольщик Рун. Блин. Да, не повезло, конечно, законтролил Руну не лучшим образом. И так лучше не делать. Вот так-то. Клакверк подошел, помог, сделали фраг. Снизу, тем временем, 27 на 7 у Тимбера и 27 на 8, уже 28 на 8 у Кирокоптера. Как ни странно, Тимбер по крипам восстановился. Соло Кирокоптер не может так сильно его гонять. На топе Пупея растыкал уже кучу змеек. Они у него третьего левела. Пойзон Стинг там второго. И гель пока только на единичку. Тауэр-то нормально начинает проседать. В миде какая-то заварушка готовится. Магнус имеет реверс полярити. Юзает его. Притаранил поближе. И вот забивает просто спеллами. Там Тауэр неплохо помог. Да, получается сделать фраг. Фанник пытался помочь, но ничего не вышло. Теперь надо пытаться как-то, может быть, даже убить. Хок-шот. Тупо в G4. А пауэр-шот не попадает от Курокоптера. Вот это провал, конечно, со стороны Na'Vi. Теряют они уже второго своего игрока. Погоня за Курокоптера. Шок-вейв. Хорош. Вот это поворот. 5-6 становится счет. Натус Винсера опять загоняют себя в угол. И ситуация крайне печальная. Хвост притаскивает себе ПТ. Абадон, 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 Абадон. Абадон 660 золота. Так, Хвостевич дерется, как мужик-то, последнего. Но только проблема в том, что здесь двое. Тут двое. Он один. И он должен был это понимать изначально. И как-то попытаться, может быть, уйти. Хотя, куда ты там уйдешь, тоже непонятно. ФНГ. Даня Бризая. Хорош. Ну вот, ФНГ тут тоже где-то как-то непонятно, каким образом можно отдаться. Что-то накоцался, накоцался. Вышка там упала и не получилось как-то убежать от Дэнди. Ну, видимо, немножко переоценил свой сил. Просто это реально отдача. Потому что у меня тут Дэнди не руны какой-то. Он же ничего не активировал за последнее. Вроде ничего. Ну, нет, во всяком случае, в логах. Он без формы, без Shadow Blade, просто подошел и убил. Ну, как-то странно сделал. ФНГ нафидонил. 6-7. Давай глянем на графики. 3000 золота, нулевая отметка по XP. Вот так вот. Ребят, еще раз напомню, в группе GS Studio разыгрываются девайсы от Plexter, то что можете поучаствовать, кому интересно. И на топе ТВ-рок. Так, ага, 188 хп Муну сходу саппорток с километра сносит. Вот тема хороша. ВР-ка в качестве суппорта, она реально и похарасить может. А если Шейкл какой-то царский сработает... Ух, смотри, Куроки сейчас, похоже, будут... Да, все, защекотали. Насмерть. Кусак, конечно, суровый у Абадона. У него еще меч, походу, этот рарный. Не, это, по-моему, дефолт. А, нет, смотри. Это рарный. Я задрот, ну как задрот, я любитель Абадона, я знаю, что как у него выглядит, поэтому это дело такое. У меня ждал, когда выйдет Абадон, сыграл за него первый раз, сыграл там, что 13-0. Поэтому это герой, который мне нравится. Так, сваливает отсюда от греха подальше. У ФНГ нет ультимейта, Найтмарман не зацепил. И, в общем-то, Нави ушли. Тем временем в миде ZXC почти с даггером. Вот такая вот у него форма дота неплохая получается. Вроде крипов-то 49, отстает от Дани. Но 12-ая минута, ну максимум до 13-ой, хотя он сейчас тут, ну, големов долго будет убивать. Падет каких-то обычных, вон, там, на стакана как раз еще заодно можно еще раз стакнуть, убить и сделать себе не только даггер, еще какой-нибудь скролл взять. Еще бы нет. Стики у него, а, у него еще и стики отсутствуют. Там можно даже стики, а не скролл взять. Кирокоптер 1100, ПТ, Пазила стик. Средней говенности, конечно, айтемы для 12-ой минуты. Хвост мог бы в разы больше купить, но, само собой, на харде больше тупо и быть не может. Нетворс 3500. 4600 у Клокверка 5300 имеет Дендимон. Даня, как всегда, на высоте. Даня делает, походу, БКБ ферст айтемом, а Пупей там Миказм будет варить. Медалька появилась у Пупея. Да, у Пупея медалька. Он так сделал вначале медальку, харддреску, а уж потом будет доделывать Миказм. И пилит Рошана. Ну, 4-го левела Змейки. Тут даже, в принципе, можно Пупею и в соло Рошана забрать. Это, конечно, будет очень долго. Нужно им этом помочь. Ну, я считаю то, что белорусы не должны сейчас отдавать этого Рошана. Ну, как так-то? Да, так и есть. Как так-то? Даггер сейчас. Вот, блин, ZXC без даггера. Был бы сейчас даггер у него, но тут... Времени ему хватит даже принести этот даггер. Ну, спорно, спорно. Вот, посмотри, сейчас ему нужно... Да, стаки, стаки. Вот еще один шоквейв. Так, шоквейв. Хорошо, даггер есть. Все. Покупает, тащит его наверняка себе, но теперь у него хп-шек нет. Вот кто-нибудь мог бы его подлечить, не знаю, фласк... А, Бадон же может подлечить, все верно. И щиток может накинуть. Но Рошан там уже накоцан на треть приблизительно. Вешивает медальку снова Нави. Тут бегает Дэнди в инвизе, который, кстати говоря, может увидеть Магнуса и резко ему стан прописать. И тогда сбить просто напрочь инициацию белорусов. Ну, вообще, змейки еще для этого есть, которые кастятся с бешеного рейнджа и еще имеют сами по себе рейндж. То есть, например, можно вот сюда как минимум достать змейку, и еще змейки примерно до сюда... Слушай, а Магнус вообще, по-моему, отхилится успел сходить. Посмотри, пока там... Так я тебе о чем и говорил, что он успел. Вот, ну, правда, Рошана-то уже убили. Дэнди, смотри, пошел и... Ого себе! Дэнди, шишерский код по-троим проходит. Пупей очень побитый, просто нереально больно. В это время у Джеймса срабатывает ультимейт, его неплохо шоквейвом так... Или что это было? В общем, его там чем-то жестко подхилили. Даня сваливает, на нем висит сворм, откидывается станом. Нашу куча-то есть. Фаник встречает. Фаник Коги, Коги Фаник. Ой, как четко Фаник здесь сыграл, но получится ли убить? Таймлапс. Вот во всей этой передряге отъезжает только один персонаж. Тут Пупея нормально по лицу прилетела. Акуро больно под Вендраном сваливает. Сзади тут уже набегает Фаник. Еще и ZXC подошел. Хвост ничего не боится. Даня дает стан. Получается убить Вивера. Магнус сваливает, вешает на себя им пауэр. Или мне показалось, зачем он на себя им пауэр повесил? Умрю, умру. Чтобы птичку получить дополнительную. Зачем еще? Да, это такая что-то. Вот РП от Магнуса было закастовано в одного хвоста, который был с Аегисом. По сути, это... Почему он так долго возвращался? Они же знали, что там убивается Роша. Ну, блин, по-моему, знали. Я тоже смотрю. Что-то ZXC бежит с базы. Полный хп, полный маны. И не торопясь. И такой, типа, в развалочку. Гуляет там. На леса смотрит. Дышит свежим воздухом. Думаю, о, какой молодец. Типа, успел и подхилиться, и за даггером сходить. Смотрю на Рошана, а у него там уже совсем нету хп. И, конечно, может быть, лучше было бы даже, если бы этот Магнус ворвался там с половиной хитпоинтов. Его бы там JFO, возможно, как-то залечил бы кайлами. Или щиток бы на него повесил. Просто ZXC просто бы мог дать РП хотя бы вот по-троим. Да, вообще, пофиг на этот Аегис, который был бы у Ярокоптера. Но просто троих хотя бы убить сразу. Было бы намного легче драться здесь. Да, согласен. Но по факту еще есть такой вариант. Можно было даже просто не драться. Окей, отдали Рошину. Зачем драться после отдачи Рошана? Чеширский кот сейчас включает режим фидера. Отдается на ровном месте. Вот у него на тимбире такое бывает. Он загоняет иногда и вот так вот... Да, уже не первый раз мы видим. Сегодня он против Virtus.pro играл тоже там просто на ровном месте. При преимуществе в 20 тысяч золота и XP. Просто пошел, тупо два раза умер. И это привело к тому, что игра затянулась там на энное количество минут. Denzy, как видишь, лотар никакой не собирает. Делает исключительно боковые. Я считаю, что это правильно. Лотар, ну... Сейчас есть, конечно, герои, которым можно этот лотар собрать, да? Которым... Не, ну просто лотар, он даже помимо своего инвиза, он дешевый. Всего за 3 тысячи ты приобретаешь неплохой атак-спид и неплохой дэмэдж. 22 урона и 30 скорости атаки. За 3 тысячи, по-моему, это не так дорого. Ну, я видел просто на Dragon Knight'ах, после даже фиксы, Shadow Blade'ы. И, ну, после БКБ, не до БКБ. И после и до БКБ видел. Ну, я, опять же, прогнозировать не буду. Я просто предположил, что этот айтем вполне вероятен. То есть он довольно неплох. Я не думаю, что даже вот этот фикс, он как-то сильно решает. Потому что, по сути, Dragon Knight'у Shadow Blade'e нужен в основном тогда, когда ульта активирована. И он там по 20 раз за время ульты и со старым Shadow Blade'e не успевал там прокастовывать. Так, ну, в любом случае, особо это разницы никакой не имеет. Даня пока в миде, у него есть хастаут, у него нет скролла. И, наверное, тащит он как раз-таки его. Да, так и есть. Вот, в случае чего, чтобы перетянуться на топ и подключиться к файту. Фаник побитый, отходит на базу. Blood Mail и Faze bottle sticky. 1200 почти голды. Там уже, наверное, скоро начнет какой-то аганимчик себе варить. Вивер. Ну, Вивер вот... У Вивера примерно... К чему привела последняя драка на Рошане? Вот было же 0 XP, по сути. График был в нуле. Ну, и по золоту Na'Vi лидировали, ну, там плюс-минус там 3-4 тысячи, да? А что мы видим сейчас? Там уже за десятку по золоту и где-то 10 тысяч, ну, там 8, наверное, да? 8 тысяч по XP, что очень много для 17-й минуты. Это очень много. Там ладно, там 4-7 тысяч. Это еще так, да, вроде терпимо. Но когда ты проигрываешь уже такие суммы... Тем более на 17-й минуте. Фарма, да, на 17-й минуте. Это тут уже не шутки. Тут придется попотеть как-то Магнусу в первую очередь, Тимберу тоже, Бэйну. У Вивера печальная ситуация. Тут самая беда. Вот, например, у Тимбера айтемы не сильно как бы он нуждается в них. Да, конечно, ему уже пора бы иметь какой-нибудь как минимум суллбустер. Но он-то в свой дэмэдж в любом случае в замесе польет. А вот Вивер без айтемы, это кусок мяса. Бегает там что-то... Ой, поймали ФНГ. В собственном лесу уже спокойно житья не дают. Ворвались на Джефора. Вешает он на себя щит, потому что на этого Бэйну он просто тупо не доставал. Реверс полярити заюзать не получается. Раскайтили товарища. И опа, какой хороший реверс полярити. Ты посмотри, ты посмотри, как нави подставляется под РП. И ведь могли же разойтись. ZXC получает кучу дэмэджа минус. Чирский кот. Ну, вешает у него щиток. Уходит, ты посмотри. Скролл есть. ТП же цена, но пауэршотом его зацепили. С максимального рейнджа Куро не промахивается. Хороший шкатшот такой вышел. Вивер. Ну вот ПТ, Аквилла, Стики, 500 голды. Уже потихоньку начинает подниматься. Опа, а там еще и файты не закончился. Слушай, ты видел, как Абадон умер? Он поймали, вот только что Абадона, он умер. И, судя по всему, наверное... Он умер от Виномансера, и я, честно говоря, на него смотрел и не понял, как он умер. А я смотрю, сейчас у Виномансера ульта потрачена. Судя по всему, на Абадона она была потрачена. И он там как-то склеился, потому что Транквиллы не работают. Ладно, пишет ФНГ. Вот так вот, даже не хотят бороться дальше. Даже не хотят играть дальше. Вот, пожалуйста, одна ошибка, драка на Рошане. И игра заканчивается для белорусской команды. Ну, по сути, так...